Паралимпийские соревнования Результаты очень нарастут. В принципе соперники те же, что из Пекина, но тоже тренируются ребята и очень улучшают. Но я очень доволен за свое выступление. Я, наверное, его оцениваю на 5 с плюсом, потому что в первую очередь я улучшил на порядок свои личные результаты. Приходилось бороться всем, не только мне. Мы все практически в разных классах. Мы между собой не соперники, но у нас у каждого разные соперники. У каждого был настолько сильный, что пришлось выложиться на максимум. Антон Крюков рассказывает, занимается пауэрлифтингом 3 года. В Паралимпиаде участвовал впервые. В этот раз занял седьмое место. Но через 4 года надеется войти в тройку лидеров. Мажнее всего, наверное, настраиваться на выход. Сделать то, что ты можешь сделать. На то, что ты готов. Даже то, что он попал на эту Олимпиаду, это уже, по-моему, большое достижение. Но потом будет, конечно, лучше. Надеемся на лучшее. Надеемся на медали. Тренер параолимпийцев Андрей Казначеев считает, эти соревнования по сравнению с прошлыми стали более сложными и результативными. Самая сложная была подготовка. Много было травм, много было болезней. Было очень тяжело. Но этот результат, который показали ребята, это максимальный на данный момент. Я очень доволен выступлением. Сегодня спортсмены получили цветы и поздравления. По словам заместителя губернатора области, их еще ожидают ценные подарки от властей региона. Какие, пока держат в секрете. Они нас нашествуют на то, чтобы мы сделали какомога больше для того, чтобы все жители Украины и Донеччины, в частности, могли заниматься спортом. А тем больше те, кто берет участие в параолимпийских разных соревнованиях. Потому что мы должны сделать все возможное для того, чтобы им комфортно жилось и для того, чтобы они себя чувствовали абсолютно свободно. На параолимпийских соревнованиях в Лондоне сборная Украины заняла четвертое место. Наибольшее количество медалей завоевали пловцы и легкоатлеты. Через четыре года параолимпийцы поедут соревноваться в Бразилию. Екатерина Пороханяк, Роман Фролов, Панорама.